Обустройство окопов, метание ножей, стрельбы и тактика, специальная подготовка. С первых дней ребята с головой погружаются в предвоенную атмосферу. Им выдают полный комплект снаряжения, маск-халаты, форму образца 1939-1943 годов. Здесь идет и очень хорошее восприятие мужского поведения, потому что многие ребята здесь находятся, которые находятся в трудной жизненной ситуации, многие из них воспитываются в неполных семьях. Здесь идет глубокое погружение в эпоху советского времени, предвоенного, военного времени. Семьи получили путевки в летний лагерь на благотворительной основе, совершенно бесплатно. Организацией отдыха занимаются муниципальные власти, Министерство культуры и Российское военно-историческое общество. К нам приезжают и ветераны, и историки, они просматривают разные военно-исторические, патриотические фильмы. Основная задача лагеря – это чтобы дети отчасти на своей коже прочувствовали, что чувствовали наши предки во времена войны. Они это должны понимать, они должны любить и гордиться своими предками. В палатках личного состава царит настоящий армейский порядок, заправленные койки и готовая униформа. Ребятам с самого детства прививают настоящую мужскую дисциплину. В рамках партийной и государственной программ с жизнью лагеря познакомилась Ирина Гайворонская, представляющая сторонников партии «Единая Россия». Мы сейчас посмотрели палатки, мы посмотрели весь лагерь, посмотрели, здесь есть водоем, при этом здесь есть ограждение, то есть детки находятся в полной безопасности. Насколько я знаю, здесь детки из семей, в которых не самая благополучная ситуация, но я надеюсь, что они здесь отдохнут, поправят свое здоровье, и это им даст немножечко такое ощущение счастья в этой жизни. Лагерь работает с мая в формате 10-дневных смен. Боенное руководство осуществляет действующий офицер Вооруженных сил Российской Федерации. Святослав Савенков, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».